Слушай, значит, вопрос про Турцию. Настя была в революции. Настя, не поседа. Ты могла сидеть там. Вода хорошая? Сколько градусов? Я не знаю. Мне всегда кажется, что вода холодная, а потом я привыкаю, и мне нормально. Ну, сколько градусов ты исследовала? Ну, градусов 25, наверное. То есть ты не исследовала этот вопрос? Ты не знаешь точно, сколько градусов вода? Зачем мне это знать? Я захожу сюда и... Скажи, пожалуйста, а что показывает твой дайверский компьютер? У тебя на левой руке должен быть дайверский компьютер. Я на него не заглядывала. Не заглядывала. Просто там всегда температура воды, понимаешь? Ничего не поделаешь. Жарко, хочется лезть в воду, я бы так сказала. Жарко, хочется лезть в воду. Хорошо, хорошо. Ты могла бы сидеть в воде, но ты ходила по революции. Я делала это другое. А революция там строго по расписанию. Расскажи. Да, там в 9 вечера, собственно, начинается бибиканье, миганье и так далее. Вечером уже как-то темно. Вечером. То есть утром турки встают и идут работать. Да, работать. Работать. То есть революция не означает прекращение работы? Нет. У них нет каких-то профессиональных бездельников? Нет. Бездельники только палаточные города. Профессиональные бездельники, профессиональные революционеры отсутствуют. Просто все работают. Они на площади там сидят. Один что-то точает сапоги, другой там, кстати, подчиняет какой-то телевизор старый. То есть обморожительное... Ты знаешь, ты гуляла по кварталам? Да, конечно. Потому что потрясающая вещь в Турции, потрясающая и абсолютно незнакомая современной России, это склонность турок к ремесленничеству и к труду. К труду. А турки склонны к труду, в отличие от русских. И вот когда ты идешь даже уже поздно по разным кварталам жилым, ты видишь, что в первых этажах кто-то починяет холодильник, так сказать, там, старый холодильник. Кто-то что-то подпаивает в велосипеде. Кто-то вдруг... Понимаешь, когда все время все трудятся. Все с таким достоинством это делают. С огромным достоинством. Нет ощущения, что они собираются бросить это дело однажды и уйти куда-нибудь в менеджеры. Не упаси Господи. Видно даже, что сын наследует дело отца. И что он тоже будет починять холодильники. И там, значит, что-то паяется. Я вижу паяльник в руке, очки, насупленное лицо человека, которое улыбается тебе, если встретиться взглядом. То есть потрясающая склонность трудиться у турок. Вот это... Все это незнакомое нам. Незнакомое нам. Принципиально. Принципиально незнакомое нам. Я согласна. Ну, а есть специальные места в каждом городе, которые, вот, собственно, на которых происходит революция. То есть если вы туда идете, вы ее видите. Так где те вчера, когда они уже потрудились, уже все хорошо, попили свой кофе. А они считают мигать светом, да. Те, кто не согласны с политикой Эрдогана, да. Таких много или нет? А есть, которые согласны. Слушайте, ну, сложно сказать. Вот вы представляете, взгляд у вас окидывает в жилой квартал какой-то. И вы... Вот сколько поля зрения мигающих вот этих балконов, ну, наверное, штуки три, вот, в одном поле зрения можно поймать. Но поскольку они стучат в жестянке, вот так вот, ложечкой, да, дзинь-дзинь-дзинь, то шума довольно много, да, и получается, и ходят по улицам, активисты что-то скандируют. Но люди, вот я в ресторанах разговаривала, сколько официально... Получают ли они разрешение всякий раз для того, чтобы выйти на улицу? Чтобы просто пройти по кварталу с этой, с кастрюлькой, нет? Нет. Ну, а их же более трех, и это может оказаться массовым мероприятием. Ну, на них с таким, знаете, по-моему, сочувствием смотрят те, которые не поддерживают эти протесты, с каким-то скептицизмом таким и с усталостью. Подожди, ты сказал с сочувствием, с скептицизмом и усталостью. Да. Раздели, пожалуйста. Сочувствие это... Ну, сочувствие потому, что они... А, сочувствие снисхождением. Снисхождением, да. Снисхождением каким-то таким, может быть, даже... Я спрашивала, например, вот в ресторанах обслуживает нас официант, а я каждый раз спрашиваю, а как вам политика Эрдогана? Да. А они все говорят, да нормально. Нормально. Ну, там, может быть, с парком какие-то проблемы и есть, а у нас тут все хорошо. И вообще, я говорю, не поддерживайте. Нет, нет. На улицу ходят те, которые поддерживают. Они с шаром говорят, что это там не демократические, сатрапы и так далее, и так далее. Надо извиниться там с народом и прочее. То есть, а палаточные городки, там, собственно, вся интеллигенция, творческая молодежь, очень приятные лица тоже, очень приятные люди все, и, в общем, все-все прекрасно. Ну, они, собственно, там и сидят уже семь... Сейчас было семь дней в субботу, соответственно, они вот там вот и не уйдут, пока Эрдоган не извинится. 103. Сергей, вам не надоело наговаривать на русских? Я говорю о ремесленничестве, вы, а вы, 103, часто ходили по кварталам, таким жилым кварталам, погуляете в Стамбуле? Ну, просто погуляйте, возьмитесь как-то, поезжайте в Стамбул, это вовсе недорого. И там погуляйте, кеды наденьте, кеды, и погуляйте по жилым кварталам Стамбула. И вы увидите, что такое турки. Турки трудятся непрерывно. Сплошные коммерческие автомобили-каблучки, нету представительских. Да, да, да. В Турции не Майбахи едут, не Мерседесы, а каблучки. Пятый, да, блог. Легкие трамваи, которые примерно равны трем нашим трамваям, которые опутывают весь Стамбул, абсолютно легким делают достижение любой точки в Стамбуле. Значит, любую точку в Стамбуле вы на этих легких трамваях, которые на самом деле целые поезда трамвайные. Поезда эти трамвайные никогда не стоят, никаких пробок нет для них. Они сами себе включают светофоры из кабины. Водители из кабины включают светофоры. Значит, себе зеленый свет. Поэтому турки перемещаются по городу с легкостью. И всюду, где они находятся, турки, они, когда вы идете, вы видите, они все время трудятся. Они все время трудятся. Это видно. Видно, как младшие наследуют работу старших. Видно желание починить радиоприемник, еще что-то, велосипеды и так далее. Ты видишь картину труда постоянно, понимаете? Вот это в Турции, это шокирует. И, конечно, это абсолютно незнакомо по русским городам. В русских городах ничего подобного вы не встретите. Это так. Ну, наверное, к сожалению. Это так, это так, это так. Как-то в это ощущение, понимаете, когда я прихожу в магазин здесь в России, маленький магазин, что происходит продавщица, например. У меня есть четкое ощущение, что, конечно же, продавщица по неволе там работает и мечтает... По неволе, абсолютно. Абсолютно. Она принцесса в изгнании. Она принцесса в изгнании. И ждет, ищет лучшей доли, и когда-нибудь... Конечно. И когда эта гнузная мерзость, ее начальник, наконец, поймет это. И даст ей миллион долларов. Или возьмет в свою постель. Или что-нибудь в том числе. Или назначит менеджером, да. А? Назначит менеджером. Или она станет депутатом, или, наконец, на ней женится Прохоров. Это мечта всех молодых русских женщин. Значит, понятно, да, о чем я говорю? Да, там нет такого шутка. Женихов у нас теперь более одного. Ну, слушай. И, значит, молодые русские женщины могут мечтать теперь и о браке более высоком, чем с Прохоровым. Но, послушай, ни одна продавщица не делает это с удовольствием, с кайфом, понимаешь? Когда ты ремонтируешь... Я почти не видел этого. Я знаю одно только отелье маленькое, где Артем рулит. Артем рулит, это они мотоциклы делают, ребята. Вот он прется от работы. Вот он делает... Он в фартуке в таком. Вот он похож на турка. Вот он похож на турка. Потому что он прется от работы. Он берет руками, аж сцокает языком от каждой детальки, когда он работает. Артем, русский парень. И я видел... Но это так редко встречается. В основном презрение к работе. Презрение к своей участи. Полное понимание, что ты здесь случайно. Полное, полное ощущение, что ты в гробу видал эту хреновую работу. У всех на лицах написано. Да, у богатых же деньги просто так. У богатых деньги просто так. Конечно, конечно. Подъем.